Начнем с событий у администрации президента. Группа лиц приехала к зданию администрации президента, вооружившись двумя газовыми горелками, ацетиленовыми, температура в которых достигает 4000 градусов, и собиралась спиливать металлический забор, в том числе угрожая применить эти горелки против сотрудников милиции и внутренних войск, которые приехали наводить там общественный порядок. Могу сказать, что если бы они свои угрозы повели в исполнение, одно движение газовой горелки, и человек бы на всю жизнь остался инвалидом. И поэтому, когда начинают говорить о том, что мирные митингующие хотят выразить свои права, я не считаю, что мирные митингующие вправе орудовать газовыми горелками. Они строительные организации, проводившие свои работы специальными лицензиями в установленное время, в установленном месте, с соответственно получившими разрешение. Было вызвано наряды милиции, было вызвано караульный полк почетной национальной гвардии, и эти лица были задержаны. Всего было задержано 16 человек. Они были приворождены в Печерский отдел милиции, где по ним были выписаны административные протоколы. Во время данного случая произошел инцидент. Кстати, могу его показать. Включите, пожалуйста, ситуацию, там, где удар был коленом митингующего. Паркан, как мы видим, активисты ведут одного, затримали другого, затримали двоих. Мы видим, все решта втекли вправо в кучи, порозбегалися. Проведен сотрудник, этот данный был установлен. Это 20-летний солдат полка караульной службы почетной национальной гвардии. Он был опрошен, в связи с чем он провел такое действие, скажем так, совершенно ненужное в данном случае, поскольку данное лицо и так было уже бездвижно и велось. Сотрудник национальной гвардии сказал о том, что данное лицо угрожало ему, грязно ругаясь, обещая найти, где он живет, причинить ему телесные повреждения. Он не выдержал и попытался ударить его коленом. Была проведена работа, и стал вопрос, как наказать данного солдата национальной гвардии. Он срочник, он служит уже полтора года, причем Конституцией, нашими законами, не предусмотрено, что делать с срочниками, которым призывались на год, которым разрешено по закону продлевать срок на полгода, и, соответственно, если его уволить, то это будет для него не наказание, это будет радость, он вернется домой к родителям. Ему дали пять нарядов вне очереди, провели с ним воспитательную беседу о недопустимости подобного рода действий. Уголовного состава преступления там нет, ввиду того, что не было тяжких телесных повреждений. Я хочу сказать, что вопросы, связанные с конфликтами с милицией, это зачастую бывает двухсторонняя ответственность. Я могу сказать, что есть акции, когда люди выражают свою точку зрения, а есть акции, когда делается телевизионная картинка. Вот я бы хотел сказать и призвать наших граждан проводить акции в защиту своих прав, а не создавать провокационные мероприятия, которые потом активно используются, в том числе каналами, телевизионными, интернет-сайтами нашего противника Российской Федерации, в качестве того, что вот в Киеве выходят группы лиц протестовать против политики власти и резать заборы в администрации президента.